Всем огромный привет и рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас будет видео, которое я вам очень долго обещала. Это видео, которое прям вот я хотела очень сильно снять. И идея этого видео родилась после того, как мне подруга сказала, что у меня срез для блондинок больше, чем у натуральных блондинок. Соответственно, сегодня видео у нас будет про окрашенные волосы, про мой новый шатуш, про те уходовые средства, которые помогают мне сохранить цвет, которые помогают сохранить структуру, здоровье волос. И поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной. Всем желаю приятного просмотра. Основные борцы за именно холодный оттенок волос это марка Estelle. Я выбрала для себя линейку Prima Blonde. Честно говоря, просто посмотрела отзывы и понравилось соотношение цена-качество, потому что это достаточно бюджетная линейка. И, в принципе, понравилось то, что мастер, который меня в последнее время в последний раз красил, она мой выбор одобрила. Поэтому сначала у меня появился Prima Blonde шампунь, он еще появился при предыдущем окрашивании. Очень нравится. Не сушит волосы, очень хорошо работает, нейтрализует. Точнее, не нейтрализует желтизну, не дает ей появиться. То есть, после окрашивания, если пользоваться именно этим шампунем, цвет будет поддерживаться. Что касается бальзама, бальзам, ну, я не скажу, что я какой-то эффект именно от бальзама ощущаю. То есть, вот шампунь, да, однозначно рекомендую. Бальзам мог бы быть чуть попитательнее, я бы сказала, но в целом неплох. Наверное, на будущее я, возможно, к этому шампуню в пару возьму другой бальзам, но пока на данный момент вот линейкой пользуюсь именно вот этими двумя продуктами, именно для поддержания холодного оттенка волос. И мне очень нравится, вот особенно шампунь. Дальше мои новинки. Я уже показывала себя в инстаграм. Если вы до сих пор не подписаны на меня в инстаграм, то обязательно сделайте. Эта ссылка находится в инфобокс. А что касается этих двух средств, потрясающая линейка от Bonacour. У меня линейка Color Freeze Rich Shampoo. Это шампунь именно не серебристый, а именно такой очень питающий, увлажняющий, ухаживающий за волосами. И к нему кондиционер. И то, и другое средство имеет по аж 4,5. Это именно тот уровень кислотности, который подходит окрашенным волосам для сохранения цвета. Соответственно, линейкой я вот как раз-таки чередую между собой предыдущую линейку от Estelle и вот эти продукты для сохранения цвета. Мне также очень нравится и шампунь, и кондиционер. У них потрясающий запах. Они именно такие очень, как сказать, в меру увлажняющие, питающие, ухаживающие за волосами. То есть нет перепитывания, нет никаких висящих жирных концов, нет прилипших к голове волос. При этом волосы очень так увлажненные, приглаженные, хороший уход за волосами, такой ежедневный. Поэтому для окрашенных волос, я для сохранения также цвета волос, я советую эту линейку вам попробовать. Стоит также недорого, то есть и шампунь около 500 рублей, кондиционер чуть подороже. Также стоит отметить, что шампунь здесь 250 мл, чуть побольше кондиционер 200 мл. То есть производитель понимает, что некоторые люди, такие как я, моют волосы два раза, кондиционер пользуется один раз. Поэтому для меня как раз-таки вот такая разница в объемах, она идеальна, потому что я знаю, что средства у меня закончатся одновременно. Очень удобно. Также из линейки Color Freeze мне досталась такая вот малютка. Это спрей-кондиционер, то есть это по сути аналог вот моего любимого спрея Bonacour. Не устаю петь ему сиренады любви. Обожаю это средство. Это уже увлажняющая линейка. Мостер Кик. Это именно спрей несвымаемый. Очень мне нравится, очень хорошо ухаживает за кончиками. Вот эту вот малявку я возьму с собой в отпуск. Спрей, единственный минус у него, это очень насыщенный запах. Он, скорее всего, может не подойти кому-то, кто не любит сладкие запахи. Но так в целом, мне нравится и это средство. Мне вот на первый там вкус, сколько я там пару раз пробовала, мне нравится это средство. Тоже помогает расчесать волосы, увлажняет кончики, ухаживает за ними. И в принципе вот такой вот объем, 50 мл, можно взять с собой дорогу. Если я чувствую, что мне не хватает волосам именно питания или после какой-то прически, начесов, после локонов, когда вот именно было какое-то воздействие на волосы, дополнительная нагрузка, я пользуюсь питательной линейкой от Таи. Я также уже воззнакомилась с этой маркой, как раз сказала, что в видео о волосах я вам расскажу полностью свое мнение. Потрясающая марка. Вот мне очень понравилась эта линейка, потому что очень питательная линейка. Именно, как сказать, она напитывает очень хорошо волосы. Она потрясающе ухаживает за волосами. Волосы гладкие, красивые, струящиеся, очень такие тяжелые. Как сказать, волосы как будто после салонного ухода. При этом они не пачкаются быстрее, то есть как бы нет вот этого эффекта сальных корней. То есть волосы очень ухоженные, при этом они не утяжелены. Потрясающая линейка. Вот особенно для себя я хотела бы отметить два средства. Прямо вот это мои мастхевы на ежедневной основе. То есть раз в неделю я ими пользуюсь. Это именно шампунь и маска из линейки Gold Keratin. Потрясающая линейка именно за счет питательных свойств, за счет кератина, который волосы восстанавливает. Очень мне нравится эта линейка. Также отдельно отмечу аромат, потрясающий. И у одного и второго средства пахнет очень чем-то фруктовым. И помимо этого, конечно, состав средств потрясающий. Много масел, полезных ингредиентов, масла авокадо, масла органы. Поэтому линейку я вам тоже настоятельно советую. И помимо этого, большие объемы. Оба средства у нас по 300 мл. Хватает надолго. Я пользуюсь уже, наверное, с лета этой маркой. Прям вот очень крутая. Кстати говоря, когда показывала вам Estelle, забыла про мой мастхэв уже на протяжении года. Это салонная линейка Estelle Couture. У меня маска именно Luxury Purple Blonde. То есть это коралловая маска для волос, светло-холодных блондов, которые имеют розоватый подтон, розоватый оттенок. У меня как раз-таки при окрашивании был жемчужно-розовый пигмент добавлен. И поэтому, в принципе, маска, по идее, должна была мне помочь сохранить этот оттенок. На своих волосах явно розового оттенка я не вижу. Но маску эту я обожаю и люблю за ее именно потрясающее питание, разглаживание волос. Она потрясающе работает именно с этой окрашенной частью. Волосы живые, красивые, блестящие. Они не путаются, они вот очень, как сказать, густые, напитанные. И при этом она также не утяжеляет волосы. И волосы от нее не нужно мыть чаще. Одно из моих последних приобретений, это масло для волос от L'Oreal Professionnel. Это Mitty Coil, знаменитый, потрясающих питательное масло. Я взяла классическую версию. Здесь 100 мл. Самое главное флакон в стекле. Все так лакшери-лакшери. Шучу, не самое главное на самом деле. Очень удобный дозатор. Мне хватает на мои волосы два нажатия. Я их растираю в ладошках и наношу на волосы. Масло абсолютно не утяжеляет волосы, не склеивает кончики. Очень хорошо ухаживает после всех процедур. Очень хорошо готовит перед укладкой волосы. Кончики ухаживают. Сглаживает вот эти вот сухие кончики. Мне понравилось именно как это средство работает на окрашенных волосах. Я думала выбирать какую версию для окрашенных волос или классическую. В итоге выбрала классическую. Все-таки решила с нее начать. По отзывам, как я поняла, что масло для окрашенных волос оно не особо защищает именно цвет. Поэтому я посчитала, что смысла переплачивать нет. А у меня стояло именно выбор, что это было дешевле. И поэтому я решила выбрать классическую версию. Запах у классической версии цветочный. Очень такой нежный, приятный. Достаточно насыщенный, но при этом на волосах его потом не чувствуется. Мне очень нравится это средство. Нравится, как именно ухаживает за вот моей окрашенной частью. Я, конечно, корням сюда не наношу масло. Наношу только вот на длину. Очень мне нравится это масло. И последнее средство на сегодня это термозащита, также от марки Тая. Я сначала ее не поняла, не распробовала, когда у меня были волосы еще менее повреждены. Сейчас они более, скажем так, после окрашивания сухие все-таки. И после окрашивания я поняла прелесть этого средства. Оно потрясающе ухаживает за волосами. Оно также помогает волосы увлажнить, сделать их блестящими, здоровыми, чтобы их внешний вид был хороший. При этом средство помогает волосы защитить от вредного воздействия при укладке феном, при укладке щипцами, при выпрямлении волос. И мне средство именно вот... Я прочувствовала его именно, когда действительно волосы стали более уязвимыми, более поврежденными после окрашивания. И вот зашло у меня это средство, мне оно очень нравится. Используя при каждой укладке волос, действительно чувствую, что мои вот, как сказать, термозащита, это то средство, которое... действие которого очень сложно понять. Потому что если термозащита хорошо работает, мы ее действия не видим. Наши волосы не портятся, они такие же, как есть, и поэтому все классно. Но как бы мы не считаем, что это заслуга термозащиты. Вот когда термозащита не работает, вот тогда мы чувствуем, что да, волосы прям там начинают отваливаться, сухие, безжизненные. Вот это средство как раз-таки работает. Оно сохраняет волосы, преображает их и помогает действительно сделать достойную укладку. Мне вот именно кто мучается с сухими кончиками, у кого окрашенные кончики, всем советую именно эту термозащиту. Шикарный средство. Это все средства, о которых я хотела вам рассказать. Это прям мои must-have, мой постоянный уход. Сейчас я им довольна уходом смиза волосами на 150%, потому что и цвет меня устраивает, и структура волос устраивает, то, как они смотрятся, как они выглядят, как они при укладке ведут себя. Все эти средства я прям от всей души могу вам советовать, поэтому, если видео вам понравилось и было полезным, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Обязательно пишите в комментариях, как вы ухаживаете за окрашенными волосами, какие у вас есть must-have, поделитесь, возможно, я что-то еще добавлю в список моих самых любимых средств. Напишите, что вы пробовали из того, что я вам сегодня показала, какое у вас впечатление от этих средств. И все, всех вас люблю, целую, до скорых встреч в следующих видео. Пока-пока!